Знаете, есть такие покупки на Алиэкспрессе, когда ты покупаешь что-то вроде нормального размера, а потом, когда берешь в руки, то оказывается, что это все можно, там, одежду можно одеть только на куклу. Вот со мной тоже такая примерная история случилась. Я купил на Алиэкспрессе маркеры не для того, чтобы делать на них обзор. Совсем нет, у меня есть на что делать обзоры. Ну, я посмотрел маркеры, я ими раньше не пользовался, написано меловые маркеры. Ну, наверное, мне понадобятся, стоят недорого. Кинул в корзинку, купил, и только когда на почте взял их в руки, то понял, что они очень маленького размера. Ну, реально, они очень маленького размера. Если мы вот так вот колпачок уберем, да, и вот здесь вот кончик, то вот маркер, которым я обычно пишу, да, меловой маркер, юничок, которым я обычно расписываю меловые доски, он вот такой. Если его оставить без колпачка, да, он вот такая бочка. А тут, если я сейчас для сравнения вытащу, чтобы вы видели разницу, видите, какого они размера. Если оставить без колпачка один и другой, то вот он какой маленький получается. Ну, совсем маленький, малюсенький буквально, а в толщину так еще меньше, чем в два или в три раза где-то. Как я узнаю, сколько вот в этих обычных маркерах, сколько у меня осталось краски. Вообще маркеры юничок, меловые, так называемые жидкие мил, они всем хороши, кроме того, что ты никогда не знаешь, сколько тут осталось краски. Ну, могли бы сделать из прозрачного пластика, могли бы оставить какое-то прозрачное колесико, да, вот тут вот или там какое-нибудь окошко прозрачное, чтобы можно было посмотреть. Потому что маркер весит на руке очень мало. Когда ты держишь один новый, да, вот у меня есть новое в упаковке еще, когда ты держишь один новый и один использованный, ты более-менее можешь сказать, где больше краски, где меньше. Но когда у тебя в руке использованный маркер, и он вдруг начинает бледнее писать, то ты не знаешь, он начинает писать бледнее, потому что у него кончается уже чернила, или потому что его надо потрясти хорошенько, или может они там отлили, подсохли и так далее. Что я делаю в этих случаях? Я взвешиваю, у меня другого способа нет, я взвешиваю маркер. Я знаю, что новый маркер весит 20 граммов, а практически сухой маркер весит 12 граммов. То есть я знаю, что в маркере Юничок 8 граммов меловых чернил. Вот он, очень мало использованный маркер, он весит 18 граммов. Вот он новый маркер в упаковке, вот он, видите, в пластике. Вот он весит, ну 19, говорит, ну в общем 20, 20 граммов он весит. И вот, если я взвешиваю такой же маркер, только маленький, что у нас тут получается? Ничего у нас тут не получается, нисколько он не весит, но они слишком легкие. Хотя в весах есть граммы, но эти маркеры слишком легкие для весов. Давайте попробуем несколько штук взвесить, а потом просто разделить массу на количество. Вот я беру сколько? Раз, два, три, четыре, пять маркеров. Взвешиваю, что было где? 19. Ну 19, 20, да, давайте пусть. О, да, 20. 19, 20 грамм примерно. То есть один вот такой маркер или пять маркеров вот таких весят примерно одинаково. Вот я добавлю, сейчас у нас должно 40 получится примерно. 37. Ну, попробуем. Вот, может, лежат как-то неудачно. 38, 39 мелькает. Ну, в общем, примерно, да, примерно. Не будем придираться уж совсем к цифрам. В общем, в пяти маркерах примерно столько же массы, сколько в одном маркере вот в таком обычном целом. Что это такое? Если этот маркер весит 20 граммов, чуть больше половины у него, это его собственный вес, собственная масса, и чуть меньше половины это масса чернил меловых. Соответственно, здесь у нас пять маркеров весит 20 граммов, значит, один маркер у нас весит нисколько. Значит, один маркер у нас весит 4 грамма. Значит, где-то чуть меньше половины, где-то полтора грамма здесь всего чернил. А это сколько? Это очень мало. Это, ну, хватит сказать того, что это в пять раз меньше, чем вот в этом маркере. То есть, кончится этот маркер в пять раз быстрее. Это крайне мало, конечно. Конечно, чтобы брать их и идти что-то расписывать, какую-то доску, ну, об этом не может идти и речи. То есть, такой объем, он может кончиться в любой момент. А запасные можно только вот такие вот набирать, большие. Ладно, давайте посмотрим, как они пишут и что они, и пишут ли они вообще. Но прежде всего, как эта малепуська лежит в руке, они очень скользкие. Они очень маленькие и очень скользкие. Вот эти юничоки, они такие шершавые. Может быть, из-за вот этой пленки здесь покрытой, но и тоже, когда ее держишь вот здесь, этот пластик, он такой какой-то вот, пока не начинаешь, как говорится, сравнивать, не понимаешь. Он такой вот ухватистый какой-то пластик, плотненький какой-то. А вот эти вот, они прям стеклянные, как будто ты держишь в руках стеклянные палочки. Они какие-то очень хрупкие, очень скользкие. Пишут ли они? Да, они пишут. И, кстати сказать, они пишут очень тонко. Могу вот посильнее надавить. И, кстати, странно, что он пишет сразу из коробки. То есть, обычно же маркер, новый маркер надо открыть, его надо хорошенько растрясти, да, растрясти, и потом еще прокачать вот так вот грифель, чтобы он наполнился краской. Почему это делается? Чтобы маркеры во время транспортировки или пока на складе лежат не высохли, чтобы чернила меловые не высохли. А эти вот сразу пишут прямо, ну, не знаю, посмотрим. Все равно, я надеюсь, что они еще не до конца высохли. Но то, что они так тонко пишут, это очень здорово, потому что самое тонкое, на что способен вот такой маркер, это миллиметра полтора-два сразу линия будет. Вот она, видите? Самое я еле-еле касаюсь. Просто вот кладу и тащу его по доске. А тут гораздо тоньше. Ну, ладно, что они умеют? Давайте посмотрим, давайте сравним их просто по цвету с маркерами. А, что еще хочу сказать. Их получается здесь 5, 5, 12 цветов. 12 цветов. Таких обычных маркеров у нас, по-моему, 8, да, включая черный. Так, раз, два, три. Да, 8. Ну, черный мы по понятным причинам, его, во-первых, нет в наборе маленьких, а во-вторых, по понятным причинам черным мы на черной доске писать не будем за полной бесполезностью этого занятия. Давайте попробуем сравним цвет больших и вот этих вот маленьких-малипусеньких. Так, белый у нас есть. Есть, видно, хватает экрана. Есть голубой. У нас есть, буду убирать сразу, оранжевый. Ну, так себе оранжевый. Есть розовый. Если видели раньше видео, обзоры мои, то знаете, что почти все цвета прозрачные, кроме белого, голубого и розового, в которых очень много белил. Все остальные цвета, когда подсыхают, они становятся прозрачными, через них очень здорово видно черную доску. Поэтому я вот делаю так вот несколько штрихов рядом, чтобы краска наслаивалась, картинка была более-менее цвета отчетливая. Так, все, это кончились они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага, получается девять вместе с черным. Да, девять вместе с черным. Так, тут что у нас есть? Тут у нас есть белый. Белый. Довольно прозрачный, довольно белый, довольно бледный. Может, он, когда подсохнет, станет побелее. Сейчас мы посмотрим. Так, белый. Дальше голубой. Что? Тут есть голубой и есть синий. Давайте посмотрим, что это такое. О, тут даже голубой синее, чем этот голубой. А этот синий, наверное, совсем темный будет. Ну да, очень темный. Если он подсохнет и еще выберет пигмент, то такой на меловой доске просто не видно будет цвет вот этот. То есть, вряд ли я им буду пользоваться, если только смешивать голубой. Оранжевый. Так, оранжевый тут у нас один вариант. Давайте посмотрим. Оранжевый чуть поспокойнее и повкуснее. Вот этот вот флуоресцентный, такой электрический. А этот оранжевый все-таки такой более симпатичный оранжевый. Более спокойный. Розовый. Розовых здесь два. Нет, нет. Я смотрю, какие они маленькие. У меня прям язык не поворачивается назвать их маркерами. Такие вот маркереночки, такие маркерята такие. Розовый. Насыщенный. Какой-то он совсем не насыщенный, я вам скажу. Вот этот темно-розовый. А посмотрим, какой светло-розовый. Он, наверное, совсем бледный тогда будет. Да, он какой-то такой прям еле-еле розовенький. И тоже, кстати, очень прозрачный. Неприятно прозрачный. Белый вроде подсох, но белее так и не стало. Это тоже, конечно, обидно. То есть белый не такой уж и белый. Фиолетовый. Здесь фиолетовый, наверное, будет на розовый похож. Нет, фиолетовый, но... Ну, очень похож, во всяком случае, на тот фиолетовый, который в больших маркерах юничок. Зеленый. Зеленых здесь тоже два. Два. Ну, судя по колпачку, наверное, ближе вот этот будет к зеленому. Ну, не знаю. Он, конечно, поярче вроде смотрится, этот зеленый. А светлый... Ну, и светлый поактивнее. Знаете, вот цвета, что темно-зеленый, что светло-зеленый, они мне больше нравятся, чем вот этот зеленый. Я так говорю специально, потому что допускаю, что... Больше, меньше нравится. Допускаю, что камера немножко перевирает цвета. Поэтому вот этот зеленый цвет, он какой-то пустой. Он какой-то кажется сейчас на доске какой-то синий-зеленый, какой-то грязный-зеленый. А вот эти вот два, вот этот, видимо, зеленое яблоко цвет, а этот такой цвет зеленая трава. Очень даже симпатичный. Так, красный, красный. Ну, примерно одинаковый, только вот этот красный немножко больше в малиновый, а этот красный чуть больше в оранжевый идет. Желтый. Этот желтый подсох, видите, он кажется зеленоватым. Это происходит всегда. Если мы желтый смешиваем с черным, у нас получается зеленый. А вот этот желтый гораздо лучше. И вообще они как фломастеры пишут. Такие очень насыщенные цвета. Довольно вкусные, довольно красивые. В этом желтом, я вам скажу, гораздо больше красного, чем вот в этом. Здесь просто белило и какой-то очень слабый пигмент. Видите, он подсыхает и зеленеет. Как-то я в предыдущих видео говорил, что этим желтым пользоваться практически невозможно. Юничоковским он высыхает и становится зеленым. Чтобы я не нарисовал, фотографирую, отправляю. Заказчик подходит и говорит, а что это такое? Зачем ты нарисовал мне там булку зеленого цвета? Я говорю, нет, это желтый. Он говорит, нет, я вижу, что это зеленый. Но вот это желтый. Вот это симпатичный желтый. Гораздо лучше. Жалко, что он такой маленький, желтый. Ну и что тут, видимо, у нас в качестве бонуса еще цвет, у которого нет повтора. Серый. Вот он не серебряный, не металлик, а именно серый. У юничоков еще есть металлики. Там золотой, медный, серебряный. У этих вот то, что есть и есть. И знаете, я его нарисую рядом с белым. И мне кажется, мало ошибусь, потому что он скорее напоминает вот этот белый, который так и не стал белее у нас. Где-то они с серым примерно одинаковые. Ну вот такая вот цветовая гамма у этих малышей. Но то, что они так тонко пишут, это, конечно, преимущество. И преимущество очень сильное. Нет, не настолько прям, чтобы я себе купил еще несколько пачек в ассортимент. Я, честно говоря, не знаю, кроме как их тонкость, буду ли я еще использовать. Потому что я понимаю, что там очень мало чернил. И их не хватит закончить, может быть, даже одну доску. А в таком случае начну я одним цветом, заканчивать придется другим. Это тоже не совсем хорошо. Но вот то, что они очень тонко пишут, это прям очень супер, потому что очень много было ситуаций, когда нужно что-то милым написать или на очень маленьком размере, или что-то, летеринг какой-то сделать, подписать маленькие буковки, маленькие-маленькие буковки. Я вот, например, вот этим могу написать там. Ну-ка, давайте попробуем что-нибудь самое маленькое написать. Так, маленькое слово, так, чтобы оно было различимо. Слово. Вот с буквой В проблемы в этом плане всегда, потому что два кружочка, они сливаются часто. Ну вот, получилось более-менее различимо. А это слово же попробую написать очень тонко, едва касаясь юничоком. Примерно такого же размера. Вот она, буква С. Хотите верьте, хотите нет. Вот она, буква Л. Вот она, буква О. Вот она, буква В. Вот один кружочек, вот другой кружочек, видите? И вот еще одна буква О. Ну вот, как видите, в случае, если нужно писать мелкие буковки, или, или, если надо будет нарисовать какой-то очень там ажурный какой-нибудь узор, то, конечно, эти маркеры могут помочь. Но, но объемы у них очень маленькие. Они очень легкие. Я подозреваю, что даже меньше, наверное, чем полтора грамма, потому что, ну, очень уж легкие. Такое ощущение, что у меня вот кусочек бумаги лежит на руке по весу, а не маркер. Вот такой вот интересный инструмент мне попался. Если бы я знал, что они такого размера, когда заказывал, я потом посмотрел. И действительно, там фотографии так подобраны на Алиэкспрессе, что и не скажут, что они такого маленького размера. И, причем, написана длина 10 сантиметров. Ну да, но 10 сантиметров-то, ребята, вместе с колпачком, а без колпачка они превращаются, ну, сколько здесь, сантиметров? 5-5 с половиной. Это, знаете ли, другое совсем. Совсем другие 10 сантиметров. Вот. Но то, что они так тонко пишут, это, конечно, здорово. Надо попытаться найти там тонкие маркеры. Я теперь понимаю, что они существуют. Если они существуют такие вот малюсенькие, значит, наверняка, они должны быть и большего размера такие тонкие. Надо искать. Потому что тонкие очень бывает практичным, да, вот слово, зеленое слово, вам это служит доказательством. В общем, если вдруг вам такие понадобились, то я сейчас напишу в описании, прям дам ссылку на эту пачку, которую я купил. Сам я их вряд ли еще буду покупать. Но довольно часто я просто на Алиэкспрессе шарахаюсь, того сего покидаю в корзинку, и у меня накопилось довольно много таких интересных инструментов, которыми я нет, нет, да и пользуюсь. Поэтому, наверное, надо мне сделать несколько обзоров, чтобы вы тоже представляли себе, чем можно расписывать доски. Ну вот, наверное, это на этом все. Желаю вам удачи. Если вам видос этот оказался полезным, пожалуйста, поставьте значок «Нравится», потому что ваш лайк – это всего лишь ваше спасибо. Я понимаю, что кому-то принес пользу этим обзором. Ну, а если есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Цвета уже подсохли. Вот они. Это не то, что молотовская жидкий мел. У Молотова жидкий мел отвратительный. Кстати говоря, у Молотова есть маркеры с тонким грифелем. Но это не меловые маркеры, а маркеры пустые под заправку. И, то есть, ты покупаешь маркер, он абсолютно пустой, прозрачный. Ты его открываешь, туда наливаешь чернила, закрываешь, собираешь. Все, у тебя готовый к работе маркер. И там есть такие тонкие, не такие прям, как здесь, но вот такие вот, как здесь, тонкие грифели. Но у маркера, у Молотова отвратительная меловая краска. Сама по себе это тот жидкий мел, который там используется. Чем она отвратительная? Она не сохнет. Она, когда сохнет, она стирается. Она не стойкая. То есть, чем хорош жидкий мел, деничоковский, либо вот этот. Я понимаю, что само вещество здесь примерно одинаковое. Но почему-то у Молотова это вещество другое. Там, когда ты нарисовал что-то, там ты проводишь рукой, и все, до свидос. Все это покрывается, вся эта пыль меловая стирается, как будто ты рисовал сухим мелом. А здесь, видите, вот он вполне выдерживает вот такое вот растирание. То есть, можно махнуть тряпкой, можно смахнуть пыль. Доска висит, может там какой-то человек спиной вот так вот пройти в одежде, да, там что-то сделать. Ничего, все нормально, роспись останется на месте. Давайте посмотрим на всякий случай, добьем до конца эксперимент, и посмотрим, насколько она стирается. А то это, может быть, она вообще не стирается. Вообще, маркеры ничем не пахнут. Я делаю вывод, что они на водной основе, а значит, действительно сотрутся. Давайте проверим. Я беру обычную влажную губку. Я сейчас буду стирать одновременно и те, которые писал Юничоком, и соседние, которые писал вот этими маленькими безымянными маркерами. Ну вот, как видите, прекрасно они стираются. Не нужна ни меламиновая губка, никакие дополнительные растворы. Все это прекрасно стирается влажной губкой, влажной тряпкой. Все спокойно приводится в порядок. Растираем воду, и все, меловая доска снова готова к росписи. Вот такой забавный инструмент. Ваши вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Буду рад оказаться полезен. Удачи вам!